Привет, Иван. Добрый день. Ты знаешь, на моей даче очень много медведки. В общем, каждый год она чего-нибудь у меня обязательно подгрызает. Не хочу к ней пользоваться. И не только медведка. Почва начинает прогреваться, а, соответственно, все насекомые просыпаются и начинают искать пищу. Поэтому будем избавляться от насекомых биологическими средствами, которые не вредят ни человеку, ни животным, а убивают только насекомых-вредителей. Вот ты знаешь, ты очень часто раньше в программах говорил про препарат на основе гриба метаризум. И я как-то вот, честно говоря, мимо ушей пропускал. А в этом году задумался. Ведь шикарный же гриб, собственно говоря, извлекли и поместили в препарат ученые. Правильно. Этот гриб не только убивает насекомых, он их ослабляет, они не могут дать потомство. И, соответственно, мы на длительный срок избавляемся от насекомых. Вот такой пачки хватает для обработки пятисоток, чтобы избавиться от насекомых. Что мы имеем? Инструкцию и какой-то черный порошок. Да, в инструкции мы можем увидеть, от каких насекомых он действует. Здесь огромный просто список. Вот этот препарат эффективен от насекомых, зимующих или проходящих одну из стадий своего развития в почве. Это колорадский жук, паутинный клещ, земляничный листоед, малинный жук, малинно-земляничный долгоносик, яблоньопилильчик, яблоньогалицы и много-много других насекомых. Как же он работает? Он заселяется на насекомых. Вот насекомые сейчас перезимают. Они там в земле присутствуют. Вот мы его сейчас вносим. Насекомые, поедая растения, они заносят этот гриб себе в пищеварительную систему. Там он прорастает и губит насекомое. Но даже если насекомое не съело этот гриб, то он развивается на хитиновом слое насекомого, поражает его, и насекомое ослабляется и не может дать потомство. Как же его применять, этот препарат? Мы его можем просто рассыпать по поверхности почвы. И перекопать, да? Но это будет не очень эффективно и не очень удобно. Поэтому мы будем его растворять в воде и проливать почву. Тем более, что почва у меня в теплице уже прогрелась до 16 градусов. И вот такие микробиологические препараты уже можно смело вносить. Вносить не просто сухим порошком, а уже можно полить почву. Тем более, что сегодня уже буду сеять редисочку в теплице. Все, препарат растворился. Теперь мы просто проливаем почву. Цвет какой темный. Там еще и гуминовые, наверное, кислоты. Помимо того, что здесь споры грибка гометаризиум, здесь еще находятся питательные элементы в виде гуматокалия. Так что мы не только избавляемся от вредителей, но и вносим удобрения. Но прежде чем полить, мне все-таки нужно все питание, которое я туда добавил, перекопать. Перекапываю вилами, чтобы не сильно навредить почвенной микрофлоре. Вот такими легкими движениями. Вот так и всегда. Вот Виталий как пригласит на дачу, приходится работать. Ну а что же просто так-то приезжать? На своей-то даче не работается, да? Ну конечно, на своей. Вот в этом году я приглашу на свою. Удачи, Виталий! Наконец-то! И он будет там у меня перекапывать грядки. Вот и посмотрим дачу Ивана Якшина, нашего эксперта по органическому земледелию. Вот, Иван, у вас теперь такая ответственность. Нас удивите, наших телезрителей. Кстати, многие сейчас начнут искать в магазинах города и удобрения в гранулах, органик-микс, почвоулучшитель, метарезин. В принципе, если не нашли, вот обращайтесь в интернет-магазин Ивана Якшина. Он называется 7sad63.ru. В общем, там можно все найти. Все аккуратно вот так вот проливаем почву. Лейка, конечно, немножко не подходит для этих целей. Тут нужна лейка с душем, но что-то найти не могу ее после зимы. Это не страшно, потому что при рахлении все равно препарат распределится по всей грядке. Ну что, Виталь, от насекомых мы грядки обработали, а через неделю я рекомендую тебе внести в эту же грядку препарат триходермин. Для чего он нужен? Этот препарат от болезней. Он развивается в почве и не дает патогенной микрофлоре погубить растения. Эти препараты не рекомендуется использовать одновременно. Лучше сделать перерыв, и тогда они будут более эффективно работать в почве. Хорошо, через неделю как раз этим и займусь. А теперь я тебя хочу пригласить на клубничную грядку. Иван что-то интересное приготовил для моей клубничной плантации, и что он сейчас расскажет. Правда ведь? Да. После зимы клубника пока еще не тронулась в рост, она живая, но надо ей дать мощный толчок, чтобы она пошла в рост, зацвела и дала огромный урожай клубники. Что мы будем для этого использовать? Я рекомендую использовать таблетки, которые содержат весь комплекс питательных веществ и бактерии, которые будут защищать и кормить растения в течение всего вегетационного периода. Применяются они очень легко. Они полностью натуральные. Кстати, домашние животные их тоже могут есть. Они содержат костную муку, рыбную муку, содержат жмых, содержат бактерии, которые нужны для растений. Для домашних животных это не страшно, а для клубники очень полезно. Применять их очень легко. Делаем лунку и кладем одну таблетку под вкус. Всё. Дорогие друзья, в последнее время органическим земледелием стало совсем несложно заниматься, потому что производители на волне этой хорошей, на мой взгляд, моды начали выпускать вот такие замечательные препараты. А для активации этих таблеток мы будем применять микробиологический препарат, который содержит сенную палочку, штамм Ч-13 и уникальный препарат с комплексом тритерпеновых кислот, хлорофилом, который мощно даст толчок для роста клубники. Здесь вытяжка из пихты. Понюхай, Виталий. Запах великолепный. Его можно даже в чай добавлять. Он используется, кстати, для корма животных, для обеззараживания пищи. Иван, а тут написано с фунгицидной активностью. Это вытяжка из пихты. А ты, Виталий, знаешь, что пихта, она обладает очень сильной фунгицидной активностью. И полностью натурально. Так, сколько его надо? Наверное, колпачок, да, где-то на лейку? Кстати, эти препараты так и применяются. По колпачку на 10 литров. Поливаем. Под каждый кустик прям немного вносим. Почва еще, в принципе, влажная. Вот видишь, Виталий, с помощью современных препаратов мы за 5 минут подкормили нашу клубнику и простимулировали ее для дальнейшего роста. Спасибо, Иван, в очередной раз, что приехал и привез вот такие замечательные препараты. Летом будем собирать огромный урожай клубники. В центре эффективного садоводства Ивана Якшина большой выбор товаров для дачников. Внимание! Открылся новый магазин на улице Волгина, 122.